Приветствую вас! И едва ли можно говорить о том, что ваше отношение развиваются так, как вам бы хотелось бы. Но, с другой стороны, понимаете в чем дело? Вы, когда требуете от своего мужчины, от своего молодого человека каких-то поступков, какого-то поведения, вы тем самым не желаете принимать его таким, какой он есть. То есть, по вашему образу, получается, что мужчина должен делать какие-то вещи, постоянно толкать отношения вперед, постоянно их развивать и так далее. И это неплохо. Но это не тот мужчина, с которым вы сейчас. Почему? Потому что у него нет такой возможности. У него нет возможности вам сейчас дать то, что вы хотите. И если вы его любите, то вам нужно это принять. Вы знаете, или принять, или не принять. То есть, нет такого понятия, как правильно вы поступаете или неправильно. Есть такое понятие, чего вы хотите. Вы хотите отношения, хотите истинности, хотите перспективы и так далее. Но все это вам не может пока дать мужчина, с которым вы находитесь в отношениях сейчас. И вам нужно спросить себя, как я к этому мужчине отношусь. Если я его люблю, если я хочу делать его счастливым, если я хочу безусловно дарить ему ласку, любовь и тепло, а именно это является любовью. Это значит, что вы примите его таким, как он есть. Будете доверять ему, пока уже с вами, во время ваших отношений он не проявит себя как ненадежного человека. Да? И именно так вы будете делать. Но если вы скажете, нет, а я не готова принимать его таким, как он есть, мне нужен другой человек, или я не хочу ждать, или я не хочу, вот как вы сказали, тратить свое время. То это означает, что вы мужчину не любите. Потому что любовь, она безусловна. И если вы считаете, что в отношениях кто-то может дать гарантию, гарантию того, что у вас все получится, гарантию того, что у вас все будет хорошо, гарантию того, что отношения обязательно будут успешными и так далее, то вы ошибаетесь. Отношения, равно как и успех в творчестве, успех в карьере, успех где-то еще, это не гарантированно. Не гарантировано это никому и ничем. И ваша основная проблема заключается в том, что вы хотите того и тратите время, тратите свою энергию на то, чтобы хотеть чего-то, что не гарантированно. А в действительности вам нужно всего лишь делать для того, чтобы это, то, чего вы хотите, стало реальным. Пока вы не делаете этого, а лишь только скатите и говорите о том, что я хочу у вас и не будет ничего получаться. Для большей ясности я приведу пример, когда человек просыпается утром и говорит, я хочу влюбиться или я хочу написать книгу. Ну, понятно, что он хочет, но он хочет, это не означает, что он влюбится, это не означает, что он напишет книгу. Почему? Потому что и любовь, и творчество есть спонтанные явления, то есть непредсказуемые и неконтролируемые практически. А если человек заоцает свое внимание, он пытается запрограммировать это. А любое программирование того, что не может развиваться по плану, приводит к его искажению. И это приводит к искажению у вас в жизни. Вы пытаетесь спрограммировать то, что нельзя, и в итоге получается неудачный, негатив и так далее. Это момент, который я бы хотел вам сказать. Потому что коллега Александр, он в принципе выявил корень ваших страхов, вашей неуверенности в себе. Но этот корень не единственный. Если вы будете в себе уверены, например, но по-прежнему считать, продолжите считать, что отношения можно программировать, отношения всегда должны быть перспективными, то вам только либо брак по расчету, либо отношения по расчету. А на искренность чувств защитывать при таком подходе, к сожалению, нельзя. Потому что чувства, они могут уйти хоть завтра. Но они же сегодня есть, они же сейчас есть, и нужно сделать все для того, чтобы их сохранить. А для этого нужно делать человека счастливым. И делать человека счастливым не ради чего-то, а просто за то, что он есть. Именно такая безусловность является необходимым подспорьем для того, чтобы отношения были полноценными, доверительными, крепкими, искренними и так далее. Что касается вашей неуверенности в себе, то здесь ситуация складывается так. Так, что вы по какой-то причине считаете себя недостойной того, что мужчина с вами построит серьезные какие-то отношения. Вы боитесь, что человек вас бросит. Вы ревнуете его. Вам нужно постоянно, чтобы к вам проявляли чувства. И возникает вопрос, а почему так? Почему вы так в себе не уверены? Что мешает вам чувствовать себя идеальной для своего мужчины, красивой, единственной, привлекательной и так далее? И на этот вопрос вам нужно ответить. Проанализировав себя себя, четко понимая свои недостатки и достоинства, и научившись грамотно ими пользоваться. Грамотно пользоваться и достоинствами, и грамотно пользоваться недостатками. Возможно, вы пытаетесь быть слишком сильной. А мужчине нужна женщина слабая, которая не против, чтобы он, мужчина, принимал решение за нее. И вы боитесь, возможно, потерять этот мнимый контроль. А вот почему вы боитесь потерять мнимый контроль, можно только предполагать. Ну, например, что в вашем детстве не было достойного, скажем, опса, или просто достойных родителей, которые бы вам внушили то, что о вас могут заботиться, о вас могут беспокоиться и так далее. Либо наоборот, вас слишком сильно опекали, вас слишком сильно любили и оберегали, и вы теперь не готовы принять отношения сколько-нибудь другое. Но тогда получается, что вы в своем молодом человеческе ищите еще одного родителя. А это неправильно. Молодой человек не заменит вам родителей. Он будет кем-то другим, но не родителем. Он будет партнером, он будет вашим мужем, любовником, но не родителем. Если человеку нужен родитель, значит родители ему что-то не додали. Вам нужно вернуться туда, где этот пробел, и восполнить его, чтобы не было этой потребности в родителе. И тогда вы сможете вернуться в нормальные, полноценные отношения. А пока, пока все так. Вы будете, ну, испытывать дискомфорт постоянно от сомнений в себе, от сомнений в молодом человеке, от сомнений в будущем и прочее. И в заключении хочется сказать так, что отношения – это всегда свободное волеизъявление двух людей. И если Иванович молодой человек летом уезжает на работу, то есть он занят, то все, в том числе и вы, прекрасно понимаете, что у него есть возможность общаться с другими людьми, с другими девушками, и вы ничем не хуже него, и пока он там, вы также можете себя чем-то активно занимать. Работать, учиться, учиться общаться с людьми, там, увлекаться хобби и так далее, чтобы не чувствовать себя хуже него, чтобы не ждать его у окна. Тогда вы будете гораздо более уверены в себе, понимая ситуацию так, что если мужчина меня предал, то есть изменил, например, то я ничего не потеряю, потому что у меня есть другие мужчины, которые на меня обратят внимание и захотят со мной быть. А вы, может быть, не считаете возможным для себя понравиться других мужчинам именно по той причине, что не уверены в себе. Вот проработать это неуверенность в себе вам и нужно для того, чтобы быть более свободным. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.